Надежно и надолго. Ремонт бассейна в спортивной школе «Виктория» не останавливается ни на день. Работа идет по намеченному графику. Несмотря на то, что в процессе демонтажа старой обшивки и оборудования вскрылись другие серьезные проблемы. На сегодняшний день чаша бассейна почти готова. У нас гидроизоляция. Залиты стяжки все, сделана штукатурка, залиты лотки переливные. Это самое важное, основное сделано. После этого будет гидроизоляция идти. И в начале сентября начинаем выкладывать плитку. Объект очень старый. Возникло много непредвиденных проблем. Оказалось, что обходные дорожки, плиты перекрытия вышли из строя, демонтировали их. Много вопросов по оборудованию, потому что все должно прийти вовремя. Заказы издалека у нас. Большая часть преобразований будет скрыта от глаз обывателей. Полной замене подлежат коммуникации, прогнившие от многолетней эксплуатации, системы гидроизоляции, водоподготовки и перелива воды. Последнее особенно ценно, подчеркивает руководитель учреждения. Это позволит нам экономить огромное количество воды. До 150 кубометров воды мы теряли ежедневно при старой системе. Когда вода от перелива уходила в канализацию, сейчас она будет аккумулироваться в специальных баках, будет фильтроваться. Дополнительно закуплены фильтры, дополнительно устанавливаем насосы и вода будет снова поступать в чашу. То есть это полностью замкнутый цикл. Это экономит как воду, так и химреагенты. Заказанное оборудование – предмет особой гордости. Начинка бассейна, что называется по последнему слову техники. Умные фильтры для воды, для очистки дна современный робот-пылесос. Состояние воды будет контролировать автоматизированная система. Вот эта вот станция дозирования, она самая современная станция дозирования. Здесь два датчика, которые показывают остаточный хлор, связанный хлор и такой есть показатель PH – щелочная среда или не щелочная среда в бассейне. Вот от работы станции дозирования зависит расходование химреагентов. И с учетом того, что ежегодно на водоподготовку мы тратили больше 600 тысяч на химреагенты, эта станция позволит нам во много раз сократить эти расходы. Как это обычно бывает, когда идет большой ремонт, мириться со старым и неопрятным не хочется. Стены уложат новой плиткой, наведут технологический и косметический порядок в раздевалках. Совсем скоро 25-метровый красавец-бассейн наполнят до краев водой. На реконструкцию уйдет более 10 миллионов рублей. Яркий пример государственно-частного партнерства. Львиную часть средств муниципалитету дал инвестор – Абинский металлургический завод.